13 января для работников СМИ особый праздник. И хотя официально он называется Днём Российской Печати, отмечают его не только журналисты печатных изданий, но и телерадиокомпания, а также сетевые СМИ. Сегодня Алексей Копайгородский поздравил с профессиональным праздником авторитетных журналистов, ведущих программ, редакторов и фотографов. Сергей Белов, Алла Журавлёва, Игорь Сизов, Людмила Катеренко, Олег Галицких, Александр Мовчан и другие известные представители сочинских СМИ, всю жизнь посвятившие развитию городского телевидения и прессы, получили от главы города благодарственные письма за многолетний труд на благо курорта. Не бывает будущего без настоящего, настоящего без прошлого. Всегда нужно знать историю и тех людей, кто был у истоков создания города, у истоков создания повестки, любой информационной. Вы видели, как Сочи изменяется, каким он стал после Олимпиады, после всех мировых событий, как развивается санаторный курорт на отрасли, горный кластер и все остальное здесь. Конечно, вы все это чувствуете и понимаете, живете во всех этих процессах. Поэтому вы же тоже являетесь в какой-то степени воспитателями всех тех, кто пришел после вас и трудится на тех местах, где трудились раньше и вы. Не бывает саморазвития человека без учителей, без преподавателей, без педагогов, без тех, кто понимает, что нужно делать. Среди тех, чью работу отметил глава города и наша коллега, автор программы «Однажды в городе С». В рядах сочинских журналистов Людмила Ищенко почти 40 лет и гордится своей профессией. Журналистика – это не профессия, это образ жизни. Человек, который выбрал эту профессию, он не может быть утром журналист, а вечером дома он не журналист. В этом ты живешь или не живешь. Да, жить в этом непросто бывает. Очень горжусь тем, что именно мне судьбой было доверено, вернее, подарено великое счастье рассказывать об истории нашего города. Хорошо или это плохо получается, я не знаю, но пока это удавалось сделать. Я надеюсь, что, может быть, удастся делать и дальше.